Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 июля, Православная Церковь совершает память Святой Равноапостольной Великой Княгине Российской Ольге. Святая Равноапостольная Ольга была супругой Великого Князя Киевского Игоря. Борьба христианства с язычеством при Игоре и Ольге, княжевших после Олега, вступает в новый период Церковь Христова. В последние годы княжение Игоря становится значительной духовной и государственной силой в русском государстве. Об этом свидетельствует сохранившийся текст договора Игоря с греками 944 года, который включен летописцем в «Повесть временных лет» статью, описывающую события 945 года. Мирный договор с Константинополем должен был утверждаться обеими религиозными общинами Киева. Русь крещеная, то есть христиане, приводились к присяге в соборном храме святого пророка Божия Ильи. Русь некрещеная, язычники, клялись на оружие в святилище Перуна-громовержца. Тот факт, что христиане поставлены в документе на первом месте, говорит о их преимущественном духовном значении в жизни Киевской Руси. Очевидно, в момент, когда договор 944 года составлялся в Царьграде, у власти в Киеве стояли люди, сочувствовавшие христианству, сознававшие историческую необходимость приобщения Руси к животворной христианской культуре. К этому направлению принадлежал, возможно, и сам князь Игорь, официальное положение которого не позволяло ему лично перейти в новую веру, не решив вопроса окрещения всей страны и установления в ней православной церковной иерархии. Поэтому договор был составлен в осторожных выражениях, которые не помешали бы князю утвердить его и в форме языческой клятвы, и в форме присяги христианской. Имя, будущая просветительница русского края и родину ее, повесть временных лет, впервые называют в статье о женитьбе Игоря и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Раскрывая духовное значение имени, народ Олега назвал вещем Ольгу мудрой. Ольга Богомудрая вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле с целью благоустроения и упорядочения гражданского их хозяйственного быта подданных. Позже, когда Ольга стала христианкой, по погостам стали воздвигать первые храмы. Со времени крещения Руси при святом Владимире погост и храм «приход» стали неразрывными понятиями. Лишь впоследствии отсуществовавших возле храмов кладбищ развилось словоупотребление погост в смысле «кладбище», но не только укрепление государственности и развитие хозяйственных форм народной жизни привлекало внимание мудрой княгини. Еще более насущным представлялось ей коренное преобразование религиозной жизни Руси, духовное преображение русского народа. Русь становилась великой державой. Сердце мудрой Ольги таинственным образом открылось святому православию. Она принимает решение стать христианкой. Таинство крещения совершил над нею патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником был сам император Константин Багрянародный. Ей было наречено в крещение имя Елена в честь святой равнопостольной Елены, матери святого Константина, обредшей честное древо Креста Господня. В назидательном слове, сказанном по совершению обряда, патриарх сказал, «Благословенно ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих». Он наставил ее в истинах веры, церковном уставе и молитвенном правиле, изъяснил заповеди о посте, целомудрие и милостыне. Она же, говорит преподобный Нестор Летописец, склонила голову и стояла, словно губа напаяемая, внимая учению и, поклонившись патриарху, промолвила, «Молитвами твоими, владыка, да сохранена буду от сетей вражеских». Святая Ольга, став христианкой, ревностно предавалась подвигам христианского благовестия среди язычников и церковного строительства. Требеща бесовская сокруши и ноча жития о Христе Иисусе. Она воздвигает храмы святителя Николая и святой Софии в Киеве, благовещение Пресвятой Богородице в Витебске, святой живоначальной Троице во Пскове. Псков с того времени называется в летописях «Домом Святой Троицы». Святая Ольга жила, умерла и погребена была как христианка. Бог прославил святую труженицу православия, начальницу веры в русской земле чудесами и нетлением мощей. Так и по кончине святая Ольга проповедовала вечную жизнь и воскресение, наполняя радостью верующих и вразумляя неверующих. Была она, по словам преподобного Нестора Летописца, предтекущей христианской земли, аки денница пред солнцем и аки заря пред светом. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается воспоминание чуда великомученицы Ефимии Всехвальной, им же православие утвердися. Празднуется обретение мощей священомученика Илариона, архиепископа Верийского, и чтится память мученика Кендея Пресвитера, а также совершается празднование Ржевской или Аковецкой и Баркалабовской иконам Божией Матери. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Прими, благая отрасль веры, похвальных фраз прямую речь, души волнения сверх меры я буду с трепетом беречь, и жемчуг действенного слова, что просветил крещением Русь, столь благодатного улова припомнить право не берусь. Святая Ольга, Матери Наша, с подоби церкви послужить, купе или нет на свете краше, куда вошла, чтоб с Богом быть? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова